Я вас приветствую, друзья, с вами Бляр, и мы продолжаем наблюдать за турниром по General's Zero Hour. Порл-Тире 2018 года, 1.16, то бишь первый раунд. Джереми и Петер Спайс Бич сыграют у нас до 4 побед, то есть БО7. Не знаю, возможно я неправильно ник Петра произношу, поэтому я просто буду назвать его Петер, такой достаточно длинный пацаноник, ну если его не так произнести, то может как-то не так послышаться, скажем так, да. Ну что ж, погнали, погнали, первая карта у нас, все по стандарту, пустынька, пустынька, сейчас мы убираем заставочку. И начинаем за СВГ США супероружие, начинают играть Петер и Джереми за Китай Ванилу. Но на самом деле Петер уже не раз попадался у меня на топ реплеек, да, на канале, то есть с ним немного я знаком. А Джереми, в принципе, я бы не сказал, что прям ноунейм, потому что парень ведет даже свой канал, снимает тоже генерала, там проходят всякие миссии, всякую ерунду. Но по скиллам, не по скиллам, а по скиллу, в принципе он такой, знаете, не особо мощный, ну и не сказать, что слабый, то есть вполне играбельный может навязать борьбу, поэтому будет очень интересно понаблюдать за данным матчем. Что ж, в один, нет, в два суплай начинает у нас Петер, Таюсов, два сапа, Чино также два сапа, но я вам скажу, что с рандомом, наверное, даже не знаю. В принципе, этой карте можно и китайцам, и американцам, да, но, как по мне, все же, у американцев побольше немножко шансов, вот прям на, наверное, на один процентик. И вы посмотрите, пошел в Эйрфилд, сразу у нас китаец. И также в завод, то есть миксует Эйр и завод, неплохо, окей. Завод-казарма от американцев, в принципе, стандарт полнейший, скорее всего, спам-хамви. Да, уже пошли ракетчики. Направо пошел один Патриот, возможно, ой, Патриот, извиняюсь, один додзер, возможно, поставить, кстати, Патриот. Все понимают, что у супероружейного генерала Патриот очень хорош. Вот он, Эйми Патриот, то есть вырубает технику. А если его еще и куда-нибудь на базе влепить, то можно даже и завод, к примеру, вырубить. Вот как раз-таки додзер пошел по правому флагу и пошел в гатлы Джереми. И также стеликс со старта, посмотрите, вот казарма с нее стоит, да, такой интересный микс. Но первый хамви уже вышел, причем хамви будет наполнен. Встал, встал додзер, сейчас палится. Эх, не хотелось бы, конечно, ему палиться. Так бы мог реально пробурить, вот сюда Патриот поставить, вырубить завод. Было бы классно. Справляется хаммер, кстати, с проблемами. Справляется и должен накрыть хеликс. Хеликс с пулеметом, хеликс без ракетчиков. Ну да, и он справляется. Неплохо, молодец, Джереми, хороший старт для Ванилы Чайны. Сами понимаете, Ванилы Чайны вообще считается самым слабым генералом, так что... И, кстати, перед ним идет СВГ, то есть идет СВГ, а потом Ванилы Чайны. Вот так, друг за другом. Поэтому я и сказал, что в принципе рандом-то достаточно равный. Но опять же, ребят, все решают это ровные руки. Если ты умеешь хорошо играть, то ты за любого генерала будешь сносить, любого генерала. Так, минусуется справа Дозер. Не понимаю, для чего вообще его... Не знаю, так хочется Петей назвать. Ну ладно, будем Петром. Зачем Петрос вообще привел его на правый фланг? Просто потерял, мог бы дальше пройти. Но на базе уже бункеровочка. Слева ставится Патриот. Уже есть Тоу, посмотрите. Хаммер опять нагруженный, поехал. Причем не один хаммер. И сейчас можно с двух сторон в ловушку взять эти два гатла. Да, так оно и произойдет. Красиво, конечно, играет СВГ. Минус два гатла. Ну так... Что ж, можно, не знаю, в центре осесть-то. Что-то совсем как-то именно по макро сейчас у Джереми проблемы. Реально мог бы сюда поставить суп-лайк, к примеру, да? Третий. Здесь уже все, Патриот работает. Грамотный Патриот от Июсы. И уже такой хороший спам Хамви. И это все от Эйра. Ну, можно было, не знаю, в миге пойти. Четыре мига, плюс выучить Напалм. Напалм. И вот эта пачка просто разлетится. Так, тут с помощью... Ну, один хаммер сделали минус. Уже неплохо. Опять гатлы попадают. Уже сидят ракейщики. Да, конечно, Петр грамотно очень контролирует. Он особо сейчас в атаку не ходит. Просто принимает от Чайны то, что идет. И пока копит свои Хамви. Неплохо. И уже, кстати, центр пропаганды от Джереми. То есть он пошел в технологии. И по правому флангу три Хамви с медичкой. Это очень и очень опасно. Нужно чем-то их ловить. Пошел Хеликс. Просто через контрол бьется вышка. Во как оно, да. То есть предположил Петро, что его оппонент сейчас будет захватывать вышку. Возможно, лотосом. Но как раз таки, в принципе, так и должно будет произойти. Потому что, посмотрите, есть уже практический центр пропаганды. Но здесь есть чем встречать. Ну, если сейчас расконтрать Юса, конечно, должен разбирать эти войска. Но есть еще Хеликс. Подмогу. Вот он. Хеликс. А, ну Хеликс тут защищался. И, кстати, очень успешно. Так. Пока нет. Пока осторожен, Чирпетер. Ну, можно электростанцию, да, минус сделать. Так и делает. То на базе уже есть стратегический центр у Юсы. Тершин Дестрой у него. Стратегия. То есть теперь ракетчики будут на 20% дальше стрелять. А это еще проблемнее для Чайны. И Чайны, конечно, бы не помешали ИЦМ-ке. Вот вышла как раз таки первая ИЦМ-ка. Ну, есть такие ИЦМ-ки. Зачем ты прежде? Боже, нет. Только не Хеликс. Хеликс, думаю, здесь не справится. Хотя. Да, нет, конечно. Через лазер лук. Еще каленый Хеликс. И все. Сдается, друзья. Джереми особо не тянет игру. Хотя мог бы еще, знаете, на минуту, на полторы так время потянуть. Ну, молодец. Сдается сразу. И мы приступаем уже к следующей игре. Петров 1.0 выходит вперед. Продолжаем. Следующая карта, кстати, будет такая достаточно интересная. Она чем-то напоминает эта карта Морозная Зима. Кто знает, это стандартная карта. Но здесь как бы она переделана. Причем глобально переделана. Кто помнит эту карту или кто не знает, посмотрите. Обязательно можете зайти в обычные генералы. И посмотрите. Есть такая карта Морозная Зима. Ну что ж. Со старта Чайна выпадает Джереми. Опять же. Опять же Чайна. Или не Чайна. Сидать, как я перезапущу. Что-то я немножко проморгал момент. Так, СВГ. Да, да. Чайна. Ванила Чайна. Опять. Опять эти же генералы, дорогие друзья. Даже менять ничего не нужно. Вы представляете, какой рандом. Я не знаю, злой рандом, веселый рандом для этих ребят. Но на этой карте, как по мне, все-таки Юси легче. Думаю, что многие прекрасно понимают. В принципе, Юси это такой генерал. Любой Юси. Не важно. Эйр, СВГ, Ванила, Лазер. Который может играть и в один саплай. И вообще у американца есть такая стратегия со старта, как ноу эко. Это сыграть в один саплай. Быстрые два хаммера, одна медичка. И эти два хаммера полностью наполнены ракетчиком. Вот против такой стратегии китайцу будет сложно играть. Если, конечно, китайцы сейчас успешно в центре осядет. Хотя маловероятно. Но мог бы попробовать пойти, например, в захват выше. То есть, ну, уже в центре, мне кажется, ставить было не завод, а казарму. Но посмотрим. И Эйрфилд. Точно такая же страта у Джереми со старта. Но здесь уже, знаете, очень много решает карта. То есть, как по мне, все-таки карта на стороне Петра. Да. Петра так вроде бы как выглядит немножко скилловый. Так тут ему еще и рандом фартит. Хотя, опять же, по поводу скилла. Но я бы не сказал, что Джереми прям ужасно играл в прошлую игру. Но получилось тогда. Петра был повнимательней. Камера не так часто терял. Ну вот вышел первый хаммер. Сразу расход, конечно, пойдет тут. Гатлинг. Здесь Дозер вообще встретится сейчас. Просто, друзья, блок, завод и все. И GG будет Джереми. А здесь уже два хамвера. Сейчас еще и медичка, может быть, к ним подоспеет. Или же не будет медичка. Просто будет спам, 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 спам. Да. На самом деле на этой карте вообще очень редко, чтобы игры затягивались. Хотя я видел затяжные игры на такой карте. Да, пошла медичка. Все верно, ноу-эко. А тут кроме ноу-эко и ничего делать. Я не думал, что Юса со старта пошла бы в центр. Там суп-лайн, например, здесь строить. Но это вообще очень было бы глупо. Но есть уже Хеликс в воздухе. Опять же, а с пулеметом... Не знаю, попробовал бы казарму, да, с ракечками. Что с пулеметом все время? Ух, какой Дозер проскочил! А Хеликс пошел ловить хамви. Но тут уже и тоу есть. Минус Хеликс должен быть. Ну, минус один хамви. Вот все. Как по мне, это G для Джереми. Да, сдается он. Ну, в общем-то, в рандоме, конечно, очень не повезло. На этой карте. Можно, так сказать, простить и понять бедного Джереми. Ну, пожелаем ему сейчас удачи в рандоме, во-первых, да. И, конечно, более слаженных действий. Поехали. Следующая карта. Костал конфликт. Карта, кстати, достаточно знакомая карта. Опять же, это похоже на стандартную переделанную карту. Я не помню, как она. Ударный берег вроде бы, да, называется. Только здесь одна позиция игрока и одна здесь. Но, в общем, она именно своим видом напоминает ту самую карту. То есть, это полнейшая модернизация, переделка. И у нас, кстати, за Пеха начнет играть Джереми. И Петр начнет играть за Китай танки. Но, наконец-таки, Джереми улыбнулся рандом. Наконец-таки, он может сейчас реально твердо забрать катку. Потому что вы все понимаете. Да и, в первую очередь, я это понимаю. Поэтому я это и говорю. То есть, это для тех, кто не понимает, что. В общем-то, Пех это намного сильнее генерал против танка. Если играют они между собой, да, один на один. Пех танк. Такой матчап. То есть, в этом матчапе Пех, конечно, доминирует. Это то же самое, что взять матчап Эйр и Ванильная Юса. Или Эйр, там, СВГ, Эйр или Лазер. Вот то же самое есть и у китайцев. Пех это как Эйр. То есть, Пех, например, Нюк там. Пех, танк. Пех, Ванила, Чайна. То есть, Пех, он такой, среди этих генералов имбовый. Ну, вот смотрим. Выдвинутый завод. Посмотрите, от Петра выдвинутый завод. И сразу Саплай. То есть, два Сапа начинает у нас танкист, да. И два Сапа, конечно же, от самого Пеха. Ну, смотрим. Интересно сейчас. Первый будет нагруженный авант пост. И вот в этом-то весь прикол. Сможет ли его остановить со старта танкист. Бункер, возможно, не удастся. Хотя нет, он достроится, я думаю, 100%. Хорошая Минка успел. Хорош, Джереми. Успел Минку. Бог с этим бункером. Минку-то поставил, и Дракон минус. И здесь второй Дракон уже будет авант постом ловиться. Так, здесь уже авант посты пошли. Может быть, стоило все-таки казарму поставить здесь? Потому что нужны ракетчики, чтобы выбивать эти авант посты. Там, в общем-то, и нету мини-ганера. То есть, одни ракетчики все, да. То есть, два ракетчика и минус авант пост. Все. Обычно так это делается. Ну, выживает минус. Два дракона, неплохо. Ох, какой бункер наглый. Я думаю, не даст здесь, а... Петр. Или даст. Не должен дать. Ну, авант посты проходят дальше. Соплачатся будет минус. Ох, денежки как собирает. Посмотрите, Джереми. Интересно. Так, на базе еще авант пост. Правильно, здание садится. Распродается, кстати, саплай. Ах, минус дозер будет. И здесь будет минус дозер-то, если сейчас не законтролить. Ой, как не удастся, Джереми, со старта. Зачем так свой дозер-то отдавать, а? Да, все, без дозеров остается пех. А это идеальный шанс для танкиста. Все, что осталось, то вот здание у пеха. Как-то Джереми не очень ловко, что ли, сыграл. Так, высаживаются ракетчики. Но здесь их много, в принципе. Да, гатлы пают в расход. Есть один дозер еще у танкиста. Есть второй дозер. Ох, посмотрите, какая казарма. И захват вышек, да. Но здесь опять же авант пост гуляет. И на базе есть большие проблемы у танка. Несмотря на то, что пех теряет свой дозер, все равно имеет еще большие шансы. Поджал свод соперника хорошо. Ну, вот на этом островке отстраивается. Очень интересно, Петр. Так, и, в принципе, основной саплай. Не тронут. То есть это единственный супла сейчас. Сохват, скорее всего, учится. Ну, здесь такая уже пачечка, знаете, копится. Опасненько весьма. Опасненько. Вот эту коробочку тоже можно было, на самом деле, подобрать. Так, три аркетчика пошли дальше в бой. Ну, не знаю, можно минки поставить на завод. Только я не помню, можно ли на завод ставить в оригинальных генералах. Инить это точно можно. Пех вроде бы может. Так, опять прошел аванпост. Ну, тут все, минус мейн, скорее всего. Хотя, возможно, вот эти ракетчики и спасут. Ну, как спасут? Нет, даже не спасут. Могли выселить просто из аванпоста врага. Но нет. Ну, здесь захвачена вышка. Посмотрите, успешно. Я не знаю. Наверное, даже Джереми не шарит, да, про эти позиции. То есть, он думает, вот мейн и все дела. Ну, тут еще одна казарма. Опять же, может быть, захват вышек. И... Эйрфилд. Ну, вот, кстати, мог бы изначально пойти Петр в Эйрфилд. Вот, серьезно. Мог бы изначально пойти. И спамить просто миги и сжигать аванпосты. Это, кстати, очень распространенная стратегия против пеха. За китайцев, за любого китайца. Даже за нюка. Так что, мог бы попробовать, но нет. Еще и в центре. Ну, посмотрите, зато на вышке, слушайте, сейчас экономика. Если вывезет, экономика вывезет, про эти позиции будет неизвестно. То да. То у Петра хорошие шансы. Здесь уже и зона сброса перехватывается. Ну, Эйрфилд не дадут подстроить. Хороший. Эйрми тоже не глупый. Понимает, раз нет на базе, значит, это по углам карты. Соперник прячется. Так оно, в принципе, и происходит. И все эти позиции минус. Даже не дали захватить вышку. Но в центре удачно. Винус казарма. Дозер последний сейчас будет ловиться. Да. Не последний, извиняюсь, а сверху от последний дозер-то, снизу. Ну что, понюхает, пронюхает Джереми про эти позиции-то? Или не пронюхает? Вот в чем вопрос. Хотя, конечно, он... О, не, ну с такой пачкой я думаю, что Джереми должен уже стопроцентно забирать эту игру. В общем-то, молодец. Вот ему сейчас рандом выпал, он его сделал. То есть, в принципе, да. Если для Джереми выпадает хороший рандом, он может делать игру. И если очень удачно лягут карты в сегодняшнем матче, то Джереми даже может выиграть катку. Если ему постоянно... Не катку, извиняюсь, а матч. Если ему постоянно будут выпадать очень крутые рандомы. Ну, смотрим. Пока для него это первый рандом. До этого Петр как бы за СВГ дважды Ванилу чайно побил. Почему реально там во второй карте повезло в рандоме? Да, и сдается Петр. Молодец, Джереми. Счет 2-1. И тем интереснее, сухой уже точно не будет. А раз нет сухой, значит это борьба, друзья. И не в зависимости какой счет. Главное, что он не сухой. Отлично, это моя логика, так скажем. Мое мнение. Блин, микрофон отошел, что ли. Раз, раз, раз. Так, сейчас я быстренько гляну. У меня отошел микрофон. Давно ли он отошел? Ага, я не смогу оглянуть. Так, ну ладно. Я не буду перезапускать, дорогие друзья. Так как сегодня очень много игр записывать. Я извиняюсь за то, что отошел микрофон. Возможно, были неприятные шумы, неприятные звуки. В общем, вы сами все на своих экранах видели. Что происходило на карте. Джереми взял каточку и Петер идет со счетом 2-1. Ну что, давайте мы тогда продолжаем дальше. Потому что реально будет не очень удобно мне сейчас перезаписывать этот бой. Так как еще планируется очень достаточно много боев за сегодня записать. Так, получается уже по счету у нас четвертая будет игра. Четвертая игра. И сыграет Зеванилу Чайну. Теперь Петер вот так рандомом улыбается против Токс Глан. Ну, в общем-то, я говорил, что Джереми не везло с рандомом. Да, первые две игры. В третью игру очень хорошо с рандомом повезло. И, в общем-то, ему повезло. И в четвертую игру. То есть сейчас реальные шансы для Джереми сравнять счет в этом матче. Прямо реальные шансы. Ну, давай. Дерзай, парняга. Раз такие шансы даются. С неба они не падают. В общем-то, если сейчас, к примеру, возьмем Джереми катку. Будет 2-2 счет. И там, опять же, будет ничего не ясно. Как я вначале и говорил. Джереми может быть не из самых скилловых парней. Но, в принципе, сопротивление дать может, как по счету вы видите. Оно сейчас так и есть. Ну, что у нас со старта угла. Гла пошел в 2 сапа. В 3 не стал рисковать. Хотя мог сразу третий влепить. Ну, и китайец по стандарту в 2 суплая также. Хотя может рискнуть сейчас. А Петр, он-то точно может рискнуть. Хороший разбег посреди красногвардейцами. И вот эта норочка сейчас точно поймается. Рабик должен быть уничтожен. С правой флангой что? Ох, сейчас хороший дом займет Петр. Немножко Джереми не контрит своих ракетчиков. Ну, могу пах. Ну, ладно. Нет, посмотрите, отошел здесь Петр. В ближайшую подстройку, кстати. Да. Здесь раб минус. Хорошо. Неплохой старт. И пошла уже первая техничка от Гла. Готлы пошли, понятное дело, отчаянны. Нужно ловить эти технички. Для этого они и выходят со старта. Ах, нет, так нагло идут. Неужели хотел в перехват пойти Петр? Да, спам Готлов. Ой, как-то не очень удачно высадил-то. Хотела высадить Джереми одного рабочего, высадил всех и спалил этот подрыв. Но, с другой стороны, нара достроилась, окей. Да, слушайте, перехват выучен. Посмотрите, сразу со старта берет вышку Петра и экономическую хорошую постройку. Будет скидочка на юниты. Ох, слева все-таки вышел подрыв, минус будет саплай. Так точно. Нет? Это как так? Как-то очень странно. Они взорвались. Неужели через контрол Джереми взорвал? Ой, боже, как это было небрежно. И саплай даже не потерял Петр. Да, как-то прям мега небрежно сыграл Джереми. Просто фейспалом. Серьезно, как так? Ну, лично мне непонятно. Ну, ладно, дает он, так скажем, шанс Петру. Опять же, пошли технички. Здесь уже хороший спам от Чайны. Очень хороший спам. Эх, рабочий. Надо рабочего убивать, да. Он покидает пределы игры. И, 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 и... Ох, какая... А, ну это уничтожить каркас, что ли? Ой, не каркас, а скраб. Я думал, уж казарм реально, что ли, хочет ставить Петр. Ну, нет, он просто убирал эти скрабы. Но один остался. И одна техничка тоже живая осталась. Никто пока в третий сап не переходит. Хотя Глажник мог бы. Как-то именно по макро Джереми немножко стесняется расходиться. И два каких-то ни о чем, если честно. Юнита вышли. А именно квада. Просто на слив. И уже ставят, посмотрите. Пулеметные пушки здесь Петр. И стратеги... Извиняюсь. Центр пропаганды от китайца. Ну, быстро достаточно. Будут быстрые ЦМочки. Можно и черного лотоса бы заказать так же. Где-нибудь побегать и поназахватывать, да. Ну, хорош. Конечно, Петр как-то Собрань играет за ванилу Чайну. Чем это делает... Нежели это, точнее, делает Джереми за Токса. Ну, здесь хороший выпад. Неплохо, Джереми. Но приходится увезти свои войска. И Дракон сейчас должен решать. Да. Дракон поджигает. Немножко как-то криворуко. Он поджигает не в ту сторону. И, в общем, молодец, Джереми-то. Наконец-таки от него хоть какой-то контроль. И очень полезные действия. Хорош. Посмотрите, какую атаку выбил. Атаку на Нору, да. Реально хорошо, чем вышло. И тут Петр слил очень много войск. Спам. Спам уже пошел в захват сам Глашник. Да. Очень хорошо получилось. Молодец. Скрапы подбирать. Ай, минус. Такая техничка. Один скрапик и была бы убертечь. Ну, как-то тут уж слился совсем небрежно Джереми. Все-таки контроля ему не особо хватает. Да. Это видно ярко. Хотя я вам скажу, что и как-то Петр очень плохо здесь контрол. Но Петр вот уже пошел занимать для себя 30-суплай. Неплохо. Нора еще живет. И выпады есть. 30-суплай поставил уже Джереми. Так. Он ванил отчаянно еще копит войска. Я не удивлюсь сейчас, если Петр пойдет и в Вэйрфилд. Очень было бы полезным. Ну, тут 4-5 квадов выпад. В общем-то, не знаю, стоит ли. Каван посты. Плюс еще посмотрите, во что пошел. В гаубице. Так. В гаубице пошел Петр. В инферно. Ну, они, знаете, такие интересные гаубицы в оригинальных генералах. Это у них контра. То есть, они не настолько медленно, не настолько неповоротливы. Они могут поднять пушку. И как им хочется, будут кататься по карте. То есть, им не нужно ее обязательно опускать, чтобы передвигались. То есть, здесь, конечно, более маневрированные гаубицы. Ими можно очень много дел делать. Но их уже 4 штуки, посмотрите. Сейчас будет нора просто сгорать. И здесь уже никакие квады не спасут. Нашел выход Петр. Ну, слушайте, если он столько находил выход против одной норы, что же будет дальше? Что-то 3 норы, к примеру, да? Но, опять же, через эти гаубицы, конечно, много очень дел можно делать. И сам бункерица. Китаец, посмотрите, даже 2 сапа поставил. Тут раздельные коробочки лежат. То есть, в общем-то, в 4 суплаща сыграет Петр. И уже пошел в аэрфилд. Да, неплохо. Очень интересный вариант. Тут нора сразу по уничтожению. Я вам скажу, что вроде бы было преимущество у Джереми. Да, и должно было быть. Против Ванила Чайн играет все-таки за Токса. Как-никак, генерал-то сильнее, по сути. Но, опять же, я про кривые ровно руки вам много раз напоминал. И здесь как-то уже преимущественно, как по мне, играет Петр. Посмотрите, уже нападает на своего оппонента. Успели выйти квады. Причем квады вышли нетронутые. Конечно, хорошо для гла. Подгорает немножко. Ну, куда ж ты увел-то с юниты? Ну, тут немножко как-то опять же мискликали не до контроля от Петера. Потому что потерял ненужным образом две гаубицы. Здесь хорошо работает. Уже напалм! Напалм! Быстро напалм от китаеца! Очень хорошо! Ну, отбился гла. Молодец, отбился. Надо только рабов останавливать и норочками обстраиваться. Нужно больше нор. И дворец уже от Токса будет. Ох, какая бункеровочка! Вы посмотрите. Командный центр ставит Петр. Норочками обкладывается Джереми. Захвачены, кстати, и вышки. И нефтевой завод, который делает скидочку на юниты. Какие-то звуки захвата все. Понять не могу. Помимо этих вышек. А, в центре, конечно же. В центре работает Лотос, да. То есть центр сейчас перебирает потихоньку Петр. Гаубицы захватываются. Я не знаю, что по спаму у Джереми. В норах кое-что есть. Здесь, конечно, пытается ближе подобраться к Джереми. Но посмотрите, какие гаубицы забираются. И Рабик уже пошел. Разведка есть. Понимается прекрасно тут Токс. Да, но если все-таки проиграет Джереми за Токса в Анида Чайна. Хотя такое бывает и на про уровне, реально. Но все же, если он проиграет, то это... Вот, в принципе, по-справедливому это покажется все-таки Петер по-скиллове, чем Джереми. Вот. Это пока хорошо справляется. И уже 4 мега в воздухе, вы посмотрите. Еще и с Напалмом. Но, как по мне, очень грозная сила. Как ни крути, это очень грозная сила. Да, Туреллица, Туреллица. Петер непонятно. Неужели боится так за свой Эйр, что начинает Туреллица? Прямо рядом с Эйром. Работают миги. Минус на раз сразу целиком. Да, миги это очень опасная вещь. Вот вам и слабая ванила чайна, да? Такие же паржар уничняют. Ох, сколько электростанций. Ну, если так логически предположить, электростанции для того, чтобы строить ядерки, да? Да, пошел в ядерки. Посмотрите, сразу две Петера. В общем-то, нужно электричество, да, чтобы содержать эти ядерки. Ну, так оно и вышло. Молодчик. Окей, восстанавливает суплай здесь Джереми. Батлбасс уже, нот. То есть, в общем-то, решил войсками не душить Петер, да, пока что. Решил просто пойти в супероружие. Ну, кстати, правильно дело, потому что вдруг из-за глажника появится в супероружие. Нужно быстрее обгонять в этом плане. Интересно. И уже арт-удар. Арт-удар, по всей видимости, по суплаю. Ну, в сторону супла, по крайней мере. Летит не на вышку же. Думаю я. Да нет, не на суплай. Как раз-таки на вышку, да, 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 да. Как-то в никуда, если честно. Неужели сразу два здания хочет забрать? Да не, как-то оно... Ли ляжет. Ну, вышка точно минус, да. Ну, арт-удар какой-то был сброшенный, такой неловкий, что ли. Немножко непонятный. Раз, есть ядерная ракета. Третью ставит, ничего себе. У Петра там такой спам, что ли, денег. Вторичек нет, но он, конечно, очень много собирал в одно время. Сейчас тоже эти два суплая не будут функционировать. Но успел настроить за эти деньги все Петра, конечно, супероружие. Интересная игра, затяг. На самом деле, вот, сколько игр мы посмотрели, не так часто. Удавалось видеть затяжные игры. Вот она, реально первая затяжная игра, где мы увидим с вами супероружие, ядерные ракеты. Возможно, даже пятый ранг. Очень интересно. Так, BattleBuds к центру подходит. Хочет ликвидировать. Ну, тут, конечно же, есть миги. Да какая ликвидация? Не ликвидируйте, если террористские платформы так просто. Ну, к ватами сейчас заедет, можно поработать. Потому что пока сейчас будут перезаряжаться миги. АР только один. Но счетчик-то Джереми видит, что две ядерки. И у него есть пять минут, чтобы что-то придумать. Потому что никакой вторички нет. Ох! Работает черный лотос. Было два завода. Один минус уже точно есть. Неплохо, Петер. Так, Аван подошел в радар. Нужно сразу действовать. Наверное, сейчас... Да, немножко не контролит Джереми. И сейчас денежку он потеряет. Нет, перехват даже саплая. Ох! Твою мать! Джереми занят обороной снизу. Но здесь попер прям люто очень. Ну и потерял саплай. Как-то на своей базе не очень Джереми. Да, то есть не хватает ему тайминга. Не хватает много контроля. И таким образом теряет. Теряет в нужной постройке. Потерял саплай и военный завод. Ну, посмотрите, сколько инферну здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Инферну. Твою мать! Жесткий, четырехлычковый гатл. Да уж. Разбирает просто. Ванильникитает своего оппонента. Просто разбирает. Три удара ядерной ракеты готовятся. Три, твою мать. Удара четвертая ядерка. Это куда? И так уже напуган оппонент. Куда четвертую? Это для чего? Мне кажется, тут и трех хватит, чтобы завалить просто эту базу нафиг. Да. Интересно. Причем вторичной экономики у Глашника никакой нету. И даже лишили его единственной вышки. Ох, Ребель Амбуш от Токса. Хорошо. Много Инферна потеряно. Но, в общем-то, особо это не остановит сейчас. Очень много постов. Посмотрите, у Петера. Да, четыре ядерки. И как рядом электростанции стоят. Повышений, конечно, Токса таких нету, чтобы их выбивать. Была бы Таюс или Китай против него. Но я думаю, Петер так бы и не играл. Много, кстати, достаточно квадов. А есть. Батлбасс. Но, опять же, четыре мига в воздухе. Вы представьте, сейчас как все будет пожариться. Да, тут пожарят Инферно. Еще и миги добавляют. Боже, как это выглядит больно. Для Джереми. Но спамит, спамит, спамит. Даже второй завод отстроил. Хотя, если честно, мог бы отстроить на эти деньги и черный рынок. Потому что, ну, смысл сейчас у двух заводов, когда с уплай уже денежки заканчиваются. Не знаю, может, смысл и есть. За счет спама держится, но надолго ли. Здесь уже все собрано. А вторичной экономики нет. И пятая ядерная ракета от Петра. Да, вообще, какое-то баловство. Просто, а то не случайно. Да, друзья. Просто ядерными ракетами решил расхерачить Джереми. Но мне вот интересно, Джереми будет их ждать? Эти ядерные ракеты? Или Джереми, в общем-то, сдастся до выпуска ядерных ракет? Жестко. Жестко. Проходит один аванпост. Просто, опять же, работают миги. Ай-яй-яй. И у нас один миг есть. Не до контроля. Но от Петра очень мало не до контроля по сравнению, если сравнить, конечно, с Джереми. То есть, по-моему, прям явно такие моменты. Немножко ему не хватает внимательности, да? Когда он, например, где-то защищается. Где-то у него идут проблемы на базе. Он просто не может и тот, и тот момент одновременно контролировать. Сложно для него. Нужно скиллуху набивать. Понятное дело, нужно тренироваться. Но пока еще не все проиграно. Но, в общем-то, я думаю, что потенциально уже, конечно, счет 3-1. Опять же, все квады разбираются. Через минуту 23 выйдет первая ракета ядерная. Пять ядерных ракет. Сейчас еще есть и шестую влепит Петра. Но я уже не удивлюсь, честное слово. Хотя сам вторички вообще никакой не сделал. Денег в корово не случайно совсем не будет. Одна только вышка. То есть, это, кстати, опасный момент. Сейчас, если все потеряют войска Петра, то, в принципе, что? У него такого бункера. В общем, денег-то не будет. Но, с другой стороны, проблем никаких. Потому что у Глажника тоже денег никаких не будет. То есть, память. Если бы хотя бы рынков 7 было у Джереми, там, можно было бы о чем-то подумать. Но, опять же, 5 ядерок. Что с ними делать? Этими рынками и так понятно. Так, пошла, опять же, ковровая бомбонировка. Минус supply будет. Да, минус ресурсный центр. Опять же, в центре здесь разбирается Петра. Но к своей базе не подпускает Джереми. Уже молодец. В такой ситуации. Еще энергию, неужели Петра энергию, да? Ну, энергию у него предостаточно. Ох, 5к флуату Джереми. Это вообще, как понять-то? С такими ресурсами столько денег. Что-то мне непонятно. Если честно. Может, копил, не знаю, на черной рынке. Но что-то он их так и не строил. Но спама, в принципе, хватает. Да уж. Ну что, ждем запуск первой ядерной ракеты, друзья. Хотя, может быть, фетишист Петер сейчас и будет совсем уж издеваться. Дождется обнуление шесть ядерок и запустит их все разом. Но это было бы очень эпично и очень красиво для турнирной игры. Ждем-с. Ну, пока Джереми точно ждет. Я думаю, что Джереми, ну, такой неудачный реблям. Может, Джереми прекрасно понимает, что ему в этой игре уже ничего не светится. В общем, до этого в играх он сразу быстро сдавался. И сейчас дается Джереми. Да, особо время не тянет. Хотя уже протянул. Было еще раньше все известно, когда уже было пять ядерных ударов. Но все равно Петра молодец. 3-1, 3-1. И для Петра матч-поинт. То есть Петру нужно взять просто сейчас одну игру. А Джереми нужно, ну, стараться камбэчить. Хотя, если он такой рандом не взял. Но, опять же, если выпадет такой рандом, как Пехтанк, Джереми имеет все шансы. Смотрим две. А следующая игра. Опять же, интересно, зимняя карта. Значит, она напоминает Винтервульф. То есть Зимний Волк. Есть такая карта. То есть, в общем-то, любую карту, которую мы с вами смотрим, они, в принципе, напоминают какие-то стандартные карты. Потому что очень многие карты, они именно построены на стандартах. Ну что ж, Джереми начнет за Пеха. И начнет у нас Петра за Эйра. Но я вам скажу, что не особо Джереми в рандоме повезло. В общем-то, можно за Пеха играть против Эйра. Можно. Но, сами понимаете, Эйр считается очень сильным генералом. Два суплая со старта от Петра. Два суплая со старта. Но я думаю, что в два сапа пойдет у Джереми. Только один сап какой-то такой заторможенный будет. Сначала казарма ставится. Не знаю, возможно, попробуют и захватить вышки. Мог бы попробовать их целых две штуки здесь, да? Можно попробовать просто здание занять. Так как пойдут хаммеры. И хоть как-то коцать хаммеры. Но пошел в Эйрфилд! Петр, никаких хаммеров. Вы посмотрите. Интересная страта. Очень интересная страта. Эйрфилд для того, чтобы ловить авантпосты. Потому что один Раптор просто будет сносить этот авантпост. И Пеху будет, конечно, не очень хорошо. Но с другой стороны, если пойдет большой спам. Там две в три казармы одних миниганеров с ракетчиками. То появятся проблемы с этим Эйрфилдом. Я просто, знаете, по себе помню. Как-то я играл такой же матчап. Ну, кто знает такого игрока. Тарс. Ну, он мне, в общем-то, тогда, может быть... Я был, понятно, для него не таким скилловым игроком. Поддаться. И он пошел за меня. За Эйров два Эйрфилда. Вот таких вот. Да, я играл за Пеха. А я тогда просто наспамил кучу труповозов. И кучу пехот. И смог его снести. Понятно, что это была несерьезная игра. Но, в общем-то, по моему опыту. То есть, если спамить много пехоты. То эти Рапторы будут с трудом справляться. Но вот пошел Джерми авантпосты. И без проблем авантпост ложится на землю. Не ложится на землю, извиняюсь. А закапывается под землю. Да. И фаербейсы. Фаербейсы, да, обстраиваются. Посмотрите. Еще одна казарма. Ха. Интересно. Но, скорее всего, для того, чтобы спамить самому Рейнджера. Флэшки, да? Хоть вражеская пехота-то. Занял домик здесь. Петр законтрал. И пошли уже хамеры. Потому что есть военный завод у Эйра. Пока без паники для пеха. Играет все нормально. На базе никаких проблем нет. Но нужно что-то думать. Потому что спамит, спамит. Петр, посмотрите, уже. Два есть хамера. Опять же, Раптор в воздухе. Уже лычкуется. Есть флэшки. Есть флэшки у Юсы. И опять же, да. Фаербе и защитная пушка. Ну, пошли труповозы. Как мне кажется, поздно пошли труповозы. И уже центр пропаганда. Центр пропаганды. Это китайцы. Хочет идти в технологии. Возможно, как-то и спасут. Но, не знаю. Как по мне, нужно было одним дозером в центр ехать. Здесь бункериться, обстраиваться. Ставить еще два суплая. Занимать вышки. Получать преимущество в экономике. И только тогда появляется очень хороший шанс. Чтобы снести вот такого Эйр. Которого мы сейчас видим. То есть, настолько развитого. Ну, так как в два САПа играет китаец. Особо сильно не спамят. Рапторы прекрасно справляются. Мало юнитов теряется. Сам Петер. И уже имеет большой спам. Конечно, шансы маловероятны для Джереми. Но смотрим. Может быть, что-то и получится. Сам Петер пошел к центру. Посмотрите. Уже есть Тоу. Опять же, Рапторы без проблем. Не знаю, какой смысл у тебя вон посыток спамить. Когда без проблем с ним справляется Петер. Просто нужна куча труповозов. Как по мне. Вот и все. И сразу в центр САПа. В три САПа будет играть Эйр. Да. Это преимущество полнейшее, конечно. Не может за пеха ничего придумать с Джереми. Сложно для него. Сложно. Но я изначально вам говорил, что игрок не самого высшего сорта. Но он и не особо слабый. То есть, да. Были на этом турнире, например. Вы помните игру, где играл Killway против Саида. Но Саид всяко послабже, чем даже тот же Петер. Так что. Ну, тут уже наглые пушки защитные. И два Раптора без проблем. Абсолютно без проблем. Даже не высаживает пехоту Джереми. Боже, как он теряет. Красиво эти два вон поста. И, конечно, Петер защищает свой суплай. Да, но только чудо спасется с Джереми. Пока не будут заранее поздравлять Петера с этой победой. Потому что Джереми еще не сдался. А значит, что-то рассчитывает. Пошел уже захват вышек от Эйра. Еще больше экономики. Да. У Эйра очень хорошая экономика. Но и ЦМ-ки здесь, конечно, особо не спасут. Обстраиваться. Отстраиваться Петер. Не знаю. Мог бы Петер еще один Эйр вставить. Просто летать уже суплай и сносить своего оппонента. Ну, по соплтракам. Минус два соплтрака. Да, по красоте. Уже просто издевательство, опять же, от Петера. Ну, Петер играет очень аккуратно. То есть, он особо даже со старта не идет никуда рашить. Он сначала обороняется от Джереми. И потом спокойненько переходит в атаку. Правильно делает. Уже рисковать не стоит. Какой бы игрок ни был, сейчас соперник нужно. Нельзя понимать и недооценивать своих соперников в любом случае. Нужно всегда воспринимать любого соперника серьезно. Опять же, разбирается в сцене Эйр. И я вам скажу, что Петер весьма серьезно воспринял своего соперника. Поэтому ему удается, в принципе, выиграть этот матч, дорогие друзья. 4-1. Ну что ж, поздравления Петеру. Джереми хорошо смотрелся, хорошо держался. Опять же, желаю ему поднатаскать скиллушку. Поменьше играть с ботами эти миссии. И побольше зависать в сети. Тогда будет какой-то от него толк на World Series. Ну что, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Конечно, оставляйте свое мнение в комментариях. Что ждет Петера. Сможет ли он дойти до того же финала. Может быть, полуфинала. А я вам сейчас быстренько пробегусь и скажу потенциальных соперников Петра. То есть, с кем ему играть в следующем раунде в 1-8. Так. Смотрим. Где он с Петром? Петру играть... О-о-о-о! Ну тут очень все... В общем, Петру играть либо с доминатором, либо со спецовиком. Ну это серьезно, дорогие друзья. Очень серьезно. Ну что ж, давайте подписывайтесь на канал, лайкусик. Не забывайте про группу ВКонтакте и про Дискорд-канал. А я с вами не прощаюсь.